Вокруг новой достопримечательности курорта формируют пространство. Рабочие полностью демонтировали старую плитку вместе с бетонной подушкой, на которой она была установлена. Всего здесь предстоит уложить порядка 125 квадратных метров тротуарной плитки и около 80 погонных метров бордюрного камня. Жители и гости курорта с нетерпением ждут, когда все работы завершатся. Я отношусь просто с гордостью, поскольку для Анапы, я считаю, что такие достопримечательности важны. Они лицо города. Кипят работы и на бульваре имени Героя России Вячеслава Евскина. 8 июля здесь пройдет митинг в память о доблестном земляке. Специально к этой дате здесь восстановят плиточное покрытие, наведут порядок. Здесь идет нарушение тротуарного поребрика или бордюра, так называемого, вот мы меняем, нарушение плитки и отлив входной ступеньки. Она там отлита. А здесь, на улице Ленина, около детской школы искусств номер один, монтируют ограждение. Оно протянется вдоль всего тротуара до пешеходного перехода, чтобы у детей не было соблазна перейти дорогу в неположенном месте. То есть, бывало, детишки увидят папу-маму и бегом бежит к нему, садится в машину, и это может быть через дорогу, может быть на ту сторону. То есть, не смотрит ни направо, ни налево, он увидел папу с мамой. Ему надо бежать домой, хочется ребенку. И чтобы этого не было, как бы обезопасиваем. Такие ограждения вдоль дорог появятся вблизи всех детских образовательных учреждений. Всего в городе и сельских округах планируется установить более 500 погонных метров конструкций. Руслан Душевский, Анапа. Регион.